Если честно, жить не хотелось. Но ради сына. Мне надо было набраться сил. Я до последнего момента думала, что меня не лишат. Сердце разрывается насчет Сережи. Я его не видела уже с февраля 2015. О каком счастье мечтает каждая женщина? Быть любимой, иметь семью, растить детей. Все это было и у Елены Шигандиной. Только недолго. Жизнь нанесла девушке удары, после которых оправится не каждый. Свекровь не взлюбила Лену с самого начала. Не хотела, чтобы сын воспитывал чужого ребенка. Рождение внучки и внука ничего не изменили. Пока были живы родители, они поддерживали Лену. Мама умирает и все. Свекровь у меня вообще начинает, как говорится, ставить вообще. Да, до детей она заберет. До меня лишит родительских прав. Почему она это говорила, Лена? Потому что она не работала. Она не работала. Содержал ее сын. Она уже на пенсии была? Нет. Ей всего было 40 лет. Почему не работала? Не хотела. Жить в хотелых красиво. У нее были долги. 100 тысяч в общежитии она проживает. Она играла в игровые автоматы. То есть не работая, она занимала денег, очень много было долгов у нее. То есть сын ее платил долги. Следом за мамой умирает от болезни первый сын. Увольняют мужа. Девушка работает с утра до вечера, тщетно пытаясь прокормить всех. Муж начал выпивать, требовать денег и нередко поднимал на Лену руку. Она его боялась, но прощала. Детям нужен папа. Все-таки хотела сохранить семью. Хотелось ради детей. Чтобы была полноценная у детей семья. Я понимаю, как относятся к тем детям, у кого нет папы. Когда муж сломал ей ключицу, в милицию и заявлять не стала. А когда схватился за нож, собрала детей и уехала к подруге. В тот день и случилась трагедия. Лена занималась с маленьким Сережей, когда на реке утонула ее шестилетняя дочь Ксюша. Дальше было все как в кошмаре. Лена мало что понимала от горя. Поддержать ее было некому. Свекровь не скрывала агрессии. В этот день, когда хранили ее, она мне сказала, сейчас только ее закапывают. Я тебя везу, и мы всей моей семьей тебя топим. Там, будь ты проклята всеми богами перед гробом, дочери, внучки ее. Соседи вызвали полицию. С кладбища Лена уехала под охраной. Но новая беда уже стояла на пороге. Свекровь настояла на том, чтобы органы опеки лишили Лену последнего ребенка. В ее истории есть некоторые моменты, которые как бы усугубили отношение к ней, у системы. В каком-то плане они тоже обоснованы. Вы поймите, когда родственники, я не знаю, друзья, я же не знаю, кто на тот момент свидетельствовал против нее, говорят, что она такая, неправильная, пьющая. Система верит бумагам. И поэтому, когда вот ворох ложится на стол, очень часто одному человеку перебороть это и перевесить, вот, преломить мнение о себе предельно сложно. Суд лишил Лену родительских прав. Опеку над Сережей каким-то образом доверили безработной бабушке. Чувство вины за смерть дочери, тоска по сыну, сил жить дальше практически не осталось. Потому что я первого ребенка потеряла, второго потеряла, и сейчас, получается, я потеряла третьего. Мне очень тяжело, дай Бог, вот, остановиться. Я очень, потому что она мне не разрешает видеться с ним. Она говорит, что я не хочу, чтобы он видел, я не хочу, чтобы он знал, что у него есть мать. Надежда вернуть сына давала силы. Лена поступила в медицинский колледж, устроилась на работу, получила жилье. К ней вернулся муж, и полгода назад у Шигандиных родилась двойня. Когда я узнала, что я беременна, что 3-4 недельки мне показала двойню, у меня была радость. Прямо, знаете, я думала, Господи, это все-таки Бог дал двоих ребятишек. То есть, в память о тех детях. Меня поразила сила духа женщины. Потерять двух детей и решиться жить дальше, решиться жить дальше, как мама. Ну, вот, это, наверное, то, что меня и обескуражило, и удивило, и восхитило в ней. Они у меня молодцы. Один спит, с другим играем. Сегодня Елена с малышами живет в кризисном центре «Ты не одна». Счастье вновь стать отцом не изменило ее мужем. После очередного приступа агрессии и поножовщины на него завели уголовное дело. А Лена окончательно рассталась с тираном. Она по-прежнему сражается с ветряными мельницами. Два суда не вернули ей право забрать у свекрови сына. Но теперь Лена не одна. Мы однозначно на стороне мамы, хорошей мамы, которая прекрасно относится к своим деткам, которая выполняет свой материнский долг полностью. Вот у таких мам удивительно, почему происходят какие-то непонятные ситуации, которые приводят к тому, чтобы ребенок был изъят из семьи. Конечно, в работе органов опеки большую роль играет человеческий фактор. Их работа похожа на работу хирургов. От их решений зависит жизнь семьи. И надо взять ответственность, чтобы принять такое решение. Теперь у нее новый этап в ее жизни наступил. Мы надеемся, что он будет, как бы сказать, более счастливым для нее, нежели предыдущий. Мы, конечно, с ней, или я лично, не раз встречался. Мы много раз беседовали на различные темы, в том числе и по вопросу возможности восстановления в родительских правах. Ну, у нас, как бы, эта процедура сама подразумевает все-таки судебный порядок рассмотрения. Мы вообще всегда заинтересованы в том, чтобы лица, которые когда-то были лишены родительских прав, восстанавливались все-таки в своих родительских правах. Это наша одна из главнейших задач, над которой мы всегда работаем. Мы пытаемся любыми способами стимулировать граждан к тому, чтобы они в конечном итоге осознали необходимость данного шага и приняли единственное правильное решение в данном случае. В кризисном центре «Ты не одна» за полтора года существования помощь и поддержку получили около 300 женщин и 500 детей. Возвращенные надежды и восстановленные семьи цифрами выразить нельзя. Сюда идут с болью и отчаянием. Руководитель центра Ирина Серебрякова признается, что иногда и у нее опускаются руки. Но каждый раз находится выход. Вот и сейчас специалисты помогают Елене Шигандиной вернуть ребенка. Как мама она состоится. Как мама вот этого ребенка, которого не видела. Потому что как мама этих двойняшек, она уже состоялась. И хотелось бы, чтобы все разрешилось в пользу женщины. Лена ждет очередного суда по восстановлению родительских прав. Она нашла ресурсы в самой себе и поняла, что нужно бороться. Попав я сюда, я многое, даже еще больше осознала. Общение помогло. Работа психологов помогла. Они дали во мне уверенность. Увидели во мне того человека, который должна быть. Вот я ради сына, я должна, я обязана подняться выше. Ты должна, ты обязана ради детей. Ты должна жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин